всех приветствую и так наконец-то дождались зрителей поистине народную сборку на канале причем это не сарказм компьютер реально стоит порядка 15-16 тысяч гривен но сначала хотелось бы сделать небольшое отступление и сказать что недавно я залез в свою аналитику канала и увидел знаете что то что 54 54 процента зрителей смотрят мои видео и при этом даже не подписаны я честно не люблю все эти попрошайничества но если хотя бы вдумайтесь 30 процентов людей из залетных подпишется на мой канал то мне станет ну хотя бы приятнее снимать свои видео а то такое чувство что мой канал это публичный дом и люди просто приходят получают контент и уходят подпишись короче если этого еще не сделал но что насчет компьютера из видео то все же ли за в нем полностью новое и что самое важное эту сборку я собирал лично сам а не снимал то что подарили компании то есть передо мной стояла задача сделать нормальный игровой компьютер и сделать это в пределах 650 650 долларов почему 650 да потому что наверное это самая частая сумма которую меня спрашивают подписчики и кстати собирал пока я не через обычный какой-нибудь там магазин а использовал сайт под названием нет парт в котором я и набросал все нужные мне комплектующие в общем нет парт если коротко это специальный конфигуратор который позволяет в режиме онлайн делать сборки пк и уже после как вы набросаете все это железо вы сможете выбрать кто из стора привезет вам данная как бы комплектующие в моем случае я находился в украине и решил выбрать телемарт но если вы живете скажем в россии то можно сделать конфиг через нет парт и выбрать любой удобный вам сторону скажем там city link и так далее в общем не знаю тут уже вам решать итак давайте все-таки вернемся к нашему видео в общем что я собрал во первых это процессор я взял а и 5 9400 f и тут и думаю большинство зрителей знает почему именно этот процесс я взял в данную сборку если рассматривать пока исключительно под игры то есть вот в данное время всего два варианта это или райзен 5 2600 x или а 5 9400 f и судя по всеобщим тестам в интернете 9400 ну как бы более удачный для игровых сборок поэтому как бы выбор абсолютно ясен далее насчет материнской платы я изначально хотел взять самую дешевую на чипсете h310 или очень простяцкую на b360 но потом подумал а ведь разница между хорошей платой и бичевой не такая уж и серьезная но скажем если в будущем захочется мне или вам заменить а и 5 на какой-нибудь там не знаю а седьмой или даже а девятый то по крайней мере на это материнское платье они будут себя чувствовать более менее комфортно хотя памятники останется на частоте 2666 и кстати насчет памяти наверно тут тоже все очень тривиально и понятное дело что в 2020 уже стандартно было ставить 16 оперативы тем более стоит она вполне доступна в моем случае я взял память гинстон две планки по 8 и особо тут выбор как бы ну невелик самое важное что частота была подходящая и производители не самые унылые что ж по сути ключевые детали я уже собрал и что насчет охлаждения процата в принципе можно было сильно не париться и поставить скажем любой дешевый кусок металла за копейки но если переплатить совсем немножко ну как немножко ну так скажем в половину то можно взять довольно хорошую башню и в будущем больше не менять кулер вообще то есть поставить нормальную среднебюджетную башню сразу то есть такая железка стоит ну порядка наверно тысячи гривен и вот насколько она эффективна и об этом мы узнаем вот во время тестов а пока перейдем на второй важный вопрос после процессора это конечно же видеокарта в моем случае нужно было сразу соблюдать бюджет и судя по восторженным отзывам экспертов в интернете обновленная 1650 супер это чуть ли не самый лучший выбор для full hd мониторов и в общем я решил как бы особо не думая просто попробовать 1650 супер стоит такая карта на сайте и каталог среднем примерно 5000 гривен и мне лично стало интересно насколько же она хороша у карты напомню 4 видео памяти а значит будем тестировать только full hd на ультра но об этом чуть позже а пока давайте немножко отвлечемся от компьютеров на минутку и я расскажу вам о своем новом игровом кресле обалденный просто уже прошло буквально наверное два месяца с того времени как мне его дали в личное пользование на обзор и я таки даже не рассказал о нем ни в одном из видео и так это кресло от компании а рози или а рози и у меня был знаете честно некий выбор взять абсолютно любое кресло которое мне понравится и поэтому первое что было крайне важным лично для меня это материал обшивки самого изделия честно у меня было уже три или даже четыре игровых кресла и все они были из эко кожи с одной стороны это нормально но есть два недостатка любой кожи первое это то что она скрипит как бы такой неприятный звуки и то что на ней как бы ну потеют седалище особенно летом в жару чем отличается эта модель от остальных да по сути как бы на конструкция все та же как бы особо ничего такого необычного но есть одно важное преимущество это кресло полностью обшито тканью она чем-то вот напоминает не знаю наверно велюр или хлопок сложно сказать короче самое важное что обшивка не скрипит пропускает воздуха еще на абсолютно не воняет дешевая кожаная синтетика есть конечно и четвертый плюсик но это уже так чисто цвет кресла я выбирал под цвет своего дивана и это уже ну такая вкусовщина в общем за подгон на спасибо ребятам из буллинг машины у них есть свой канал там полно обзоров на разные модели кресел они уже давно снимают видео и тестируют всякие там изделия на тепловизор однозначно рекомендую подписаться ну а мы плавно перейдем к нашей сборке за 650 долларов и так с видеокартой про отцом и материнской платы с памятью мужа разобрались и разобрались и теперь нас на очереди накопители блок питания и также корпус начну пожалуй с блока питания тут мне хотелось взять что-то вот поистине предельно народная и чтобы вот прям топ продаж и поэтому одним из таких блоков стала компания chief tech и модель протон я уверен вот сто процентов зрители уже давно знакомы с этим протоном но лично я впервые взял с ее изделия причем взял объемом на 500 ватт и стоит он что-то порядка 1300 гривен за эти денежки нам дают настоящие полноценные 500 ватт по линии 12 вольт также бронзовый сертификат и плоские черные провода для подключения и в целом знаете вот первое знакомство можно назвать положительным и осталось только вот узнать насколько шумный сей питальник в работе окей в конце быстренько скажу про накопители и корпус в первом случае накопители у меня по стандарту один обычный ssd шник на 250 и 2 это винт на 1 терабайт уверен такой набор уже на постоянке в среднем бюджетных сборках все видели вот абсолютно везде а вот корпус тут уже отдельная история если честно то корпус я решил взять у компании фантекс это американская фирма и поначалу я хотел поставить железо в какой-нибудь там не знаю deep cool game шторм но потом понял что он слишком большой и поэтому модель nzu pro m более как бы подошла в этом случае особенно я бы не сказал что корпус невероятно красивый наоборот он предельно простой такой невзрачный на фоне безумных конкурентов но куда важнее в нем это качество всей конструкции удобства сборки и прочее впервые я имею дело с этой маркой она как бы я напомню американская и цена на корпус у них явно не для всех точнее для всех но не каждый может позволить себе корпус за 3000 гривен я не считал корпусы в стоимости данной сборки зрители могут вообще собрать в картонном ящике абсолютно бесплатно но не суть ключевые отличия данного корпуса это то что в нем поставили две крупные вертушки в комплекте по 140 миллиметров а также мощное каленое стекло сбоку еще конечно в этом корпусе есть разводка на rgb ленту и толстенный металл по всей конструкции то есть корпус явно такой себе не красавчик далеко но знаете он крепко собраны это поистине крепыш единственное что я ненавижу прям во всех корпусах это дебильный полевой фильтр сверху которые у всех производителей держится на соплях и постоянно слетает без них я думаю стало бы все куда лучше ну ладно что ж наверно пришло время показать что я насобирал в данном компьютере и перед тем как начнем тесты сборки внимание игровой сборки за 650 долларов я уточню что все игры я буду тестировать в разрешении full hd 1080p и визуал конечно же выкручивает на ультра настройки будет в общем первым делом я закинул шестую радугу на очень высоких то есть это считается за предельные настройки и тут среднем от 100 до 120 кадров наверное не стоит объяснять что это неплохой результат с учетом стоимости компьютера но куда интереснее это температурный режим в этом случае как правило видеокарта в закрытом корпусе выдает 67 градусов оборот с ай 5 примерно 50 с копейками то есть данном случае можно уверенно заявить что железо никакой по температуре это просто смешные цифры с одной стороны в этом есть конечно заслуга корпуса там хорошая продуваемость а с иной на процессоре стоит крупная башня с избытком и видеокарта тоже имеет две вертушки и бэкплейт хотя последний как бы ну пластиковый я думаю зрителям это тоже слышно в общем в rainbow 6 все понятно и теперь давайте закинем что-то серьезное ну например я даже не знаю пусть это будет новые звездные войны тут я синпень я выставил ультра запредельные настройки и судя по фрейму у нас от 60 до 80 кадров то есть новинка работает более чем комфортно видимо разработчики поистине кошерно оптимизировали движок на пк что якобы ну большая редкость ведь следом я закинул новую часть need for speed и тут уже нет стабильных 60 на ультра особенно ближе к центру и там как правило от 50 но плюс-минус больше то есть подозрение есть у меня что это конечно не очень хорошо оптимизирована сама игра но сказать что т.с. был абсолютно провальным тоже язык не поворачивается но теперь давайте вернемся к серьезному жанру и мне пришла мысль проверить что-то еще более требовательное чем need for speed и пусть это будет control и так по традиции все настройки я выставил на запредельные кроме сглаживания которые и без того седает немало видеопамяти в общем если судить по среднему fps то можно назвать цифру от 50 до 60 то есть ситуация очень схожа с нфс только тут хотя бы проц адекватно себя ведет и загружен на 30 процентов и весь упор идет как раз на видеокарту вот такие беляши однако если вернуться в прошлое и сдуть пыль с третьей части ведьмака то на запредельных со всеми включенными эффектами кроме волос мы видим наблюдаем лицезреем от 60 до 80 fps таким образом в большинстве случаев компьютер который я собрал за 650 долларов в целом вытаскивает ультра настройки возможно конечно не везде 60 кадров да и хотелось бы прям чтобы был вот некий запас но это все решается очень просто элементарно достаем из компьютера 1650 супер и ставим вместо нее rtx 2060 супер что поднимает фрейм еще скажем так на 25 возможно 30 процентов вот и вся математика думаю на этом больше мне нечего рассказать вам уважаемые зрители кому интересно железо всей сборки я оставлю ссылки в описании под этим видео еще раз напоминаю те кто не подписаны наконец-то уже блин подпишитесь чтобы не было смешно так что 50 процентов без подписки смотрит мой канал ну а всем остальным кто подписан спасибо что смотрите увидимся уже скоро и это будет довольно интересное видео всем желаю по традиции здоровья и увидимся скоро пока пока противник ухранен задание выполнено